Бюджет региона на будущий год предполагает по доходам сумму в 1,1 млрд 110,610,000 леев. По расходам 1,1 млрд 110,610,000 леев. Как пояснила начальник управления финансов Гагаузии Татьяна Дойчева, бюджет на 2022 год является сбалансированным и не предусматривает дефицита. Расходную часть максимально флотную. Пытались ее спланировать в рамках доступных ресурсов. Исходя из норм действующего законодательства, это было рассчитано и обсчитано по каждому виду бюджета. Какие-то изменения будут, мы к этому расчету вернемся. Пока это в рамках действующего законодательства. В законопроекте предусмотрено финансирование социальных программ. Как отметили авторы законопроекта, бюджет Гагаузии сохраняет свою социальную направленность, а все эти расходы будут осуществляться за счет собственных доходов автономии. В 2022 году в Гагаузии по-прежнему будут выплачиваться компенсации за холодный период года, получателем которых станут более 26 тысяч бенефициаров. Фонд поддержки детей, нуждающихся в особых медицинских услугах, составит более 1 миллиона лев. Пособия по рождению детей составят порядка 9 миллионов лев. А субсидии молодым семьям по приобретению жилья – около 6 миллионов лев. «Первые цифры, которые появились, они обсуждались несколько раз. Было много тенденций, которые влияли на цифры, тренированные на нашу бюджетную доходную часть и на расходную часть. Было много вариантов обсуждено. Самый оптимальный вариант, который позволит в 2022 году сохранить те условия жизни, которые наши люди привыкшие, и в некоторых случаях улучшить эти условия жизни, самый оптимальный вариант для этого мы предложили, по нашему мнению, самый оптимальный вариант». Фонд спасения гагаузского языка в бюджете запланирован в объёме 790 тысяч леев. Заместитель главы исполнительного комитета Гагаузии Олеся Таносогла подчеркнула, что с текущего учебного года введена практика обучения на гагаузском языке в детских садах. На сегодняшний день все дошкольные учреждения снабжены необходимыми для этого дидактическими и методическими материалами. Фонд спасения гагаузского языка работает, все мероприятия исполняются, все запланированы, зависимо от финансового подкрепления. Для развития гагаузского языка и мультилингвизма многоязычей гагаузии привлекается большое количество донорских средств. Все наши учебные заведения вступили в большой эффективный проект по многоязычному образованию, поддерживаем международными организациями. Мы рассчитываем на дополнительное финансирование, поэтому все, кто будет участвовать в мероприятиях в рамках этой программы, будут посчитаны. Проект закона о бюджете включает в себя и расходы по финансированию экономических программ. Таким образом, фонд возмещения контрибуций составит 20 миллионов леев, фонд капитальных инвестиций – 22 миллиона леев, фонд поддержки предпринимательства – более 3 миллионов леев. Можно концентрировать, что в Республике Молдова бюджетный процесс в Гагаузии исполняется намного лучше, чем в прошлом году, и здесь явно превышение в ходе коммерческой бюджета в стране. В Гагаузии, к сожалению, бывает самим длительный прогноз, который я дала. Необходимо к проблемам не замалчиваться, а в результате для того, чтобы не сбудить пути решения. Теперь проблема в треке бюджета Гагаузии на будущий год, который я вам обозначил, самые какие-то, по моему мнению, главные. Отсутствие децентрализации финансов. Я говорил, что в прошлом году каждый пятый леев зарабатываем в Гагаузии не тратен на управленческий персонал. В этом году ситуация, точнее, на будущий год еще уступляется. Уже не 20%, а 23%. То есть вы считаете, что показатель, когда каждый четвертый леев не тратен на бюрократический персонал, это нормально? Это ненормально. Это в два раза выше, чем третий уровень, который рекомендуется для расходов на содержание бюрократов. Третий аспект – привлечение небюджетных средств. В условиях пандемии финансирование внести за счет бюджета практически невозможно. Уже несколько лет я понимаю проблему, что в Гагаузии на лодке исполкома должна быть структура, которая системно будет заниматься привлечением бюджетных средств. Проект закона о бюджете Гагаузии уже утвержден на заседании исполнительного комитета Гагаузии и рассмотрен постоянной комиссией Народного собрания Гагаузии по экономике и финансам. Его предстоит рассмотреть депутатам Народного собрания. Марина Топал, Григорий Ставилов, Артём Топал, ГРТ Новости.